здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика ведет у нас большой монтаж по ретрофиту и модернизации двух ячеек тип ячеек круг 2 10 то есть это комплектное распределительное устройство напряжением 10 киловольт ну и естественно будем менять старые масляные выключатели в mp10 с электромагнитным приводом pf-14 на вот эти вот современные вакуумные выключатели в vtl 10 вот аврида electric к ним идет поставка комплекта адаптации то есть это у нас опорные изоляторы здесь есть комплект шин уже это у нас блокировка еще у нас шинки здесь различные болты и гайки прочие аксессуары здесь комплект наклеек и руководство здесь еще одна коробки у нас пришла конструкция то есть рама на которую будет устанавливаться выключатель вот у нас еще один монтажный комплект перфорированный кабель канал кабель одна его часть будет подключаться в сам непосредственно выключатель а на другую сторону будет устанавливаться у нас разъем разъемный трепохартинг есть различные перемычки заземления монтажный провод стяжки хомуты наконечники винты гаечки на 4 трубка пвк и так по мелочи это у нас блок управления sm16 для управления вакуумным выключателем такие блоки мы уже не раз и не два ставили так что это для нас не новинка здесь у нас это все что касаемо разъема харкинг сальники вот вы видите странно почему пришел разъем на 24 контакта когда я заказывал на 30 22 все вы это увидите уже в процессе монтажа более подробно ну а вот наша ячейка где мы будем производить ее ретрофит еще раз напомню что у нас будет полностью производится модернизация ралейной защиты вот она ралейный отсек у нас и замена выключателя в общем самую первую очередь мы занялись установкой вакуумного выключателя для этого мы сняли естественно старый выключатель в мп10 и разобрали наш весь привод привод нашего старого масляного выключателя вот там видите ничего в корпусе нет вот снятые бачки нашел выключателя это главный вал выключателя с пружинами с мощными ну и это в принципе здесь у нас коммутация привода это у нас отключающая катушка вот таким образом стояла это у нас еще пригодится зип разъемы вот эти разъемы военного типа которые у нас здесь раньше стояли нареканий к этим разъемом нет гораздо лучше чем гребенка и гораздо лучше чем алюминиевые разъемы с шея у которых вот мелкая резьба алюминиевая и без конца она лично заедает здесь разъем он вставляется и поворачивается вот там 90 градусов все разъем зафиксирован очень удобно так это у нас демпфер контактор кп включение это наши кса включение икса отключения и и прочие элементы привода ну естественно сам плунжер здесь элементы привода соединенные с включающим соленоидом вот наш чаще соленоид вот наша включающая катушка привода это у нас выключатель масляный со встроенным приводом вмп-10 согласно инструкции таврида electric мы и собирали раму для вакуумного выключателя которая предназначена для ретрофита именно вот этих выключателей здесь нет ничего сложного то есть после разборки у нас осталось только вот это вот синяя часть синяя покрашенная конструкция в чем пустая но дальше все легко и просто комплект адаптации для ретрофита данной ячейки позволяет беспроблемно без всяких подгонов без всяких сверлений длительных замеров установить данный выключатель то есть ставятся вначале вот эти два уголка вот на эти болты м16 то есть той другой стороны вот они здесь крепятся то есть на четыре болта и дальше устанавливаются вот эти вот два уголка ну в каждой сторон там и здесь и уже вешается сам непосредственно выключатель все по сути выключатель уже получается установлен по месту но дальше устанавливаются верхние опорные изоляторы вот на эту раму собирается на этом уголке и собирается собираются нижние вот они у нас опорный изолятор они крепятся вот аналогичным образом через уголок и такие вот поставки это все уже готово измерено и в итоге мы получаем уже готовый вылет по нашим силовым разъемом как верху так и внизу здесь у нас выключатель на 630 ампер поэтому здесь у нас радиаторы отсутствует у более мощных токов от 1000 до по моему 1600 здесь еще идут радиаторы то есть вот эта шинка тоже уже вся просверлена изогнута идет в комплекте только собирай собирается сюда и здесь у нас остается только нижний ряд опорных изоляторов и эти шины вот эти вот здесь остаются существующие ну при желании можно заменить силовые разъемы то же самое верху здесь у нас остается вот эта часть то есть здесь у нас идет шина вот она вот выключателя ну а дальше мы соединяем уже вот с нашей существующей частью с нашим разъемом силовым вот в принципе и все и остается здесь вот согласно инструкции просверлить отверстия для усиления вот этой части то же самое здесь чтобы понадежнее контактное соединение здесь было вот принципе и вот вся установка вакуумного выключателя вот такой красавчик также в комплекте идет уже готовый щит защитная панель или как уже все просверлено для блокировки здесь у нас имеется уже отверстие под аварийную кнопку ну или кнопку ручного отключения выключателя здесь установим дальнейшую блокировку которая у нас будет блокировать вкат выкат нашего нашего выкатного элемента нашей каретки здесь у нас блокировка но это потом буду подключать и позже и вот здесь у нас имеется наша вилка которая не будет управлять вкатом выкатом элемента ну вернее блокировать вкат выкат каретки в зависимости от положения выключателя вот такой вот незамысловатый ретрофит тут все в инструкции подробно расписано для ретрофита любого типа ячейки в нашем случае я повторюсь у нас в mp10 то есть вот достаем сначала наш вакуумный выключатель снимаем вот эти вот заглушки далее устанавливаем шины здесь все расписано какими болтами что крепится то есть все понятно и просто далее на нашу на наш выкатной элемент устанавливаем два уголка крепим к ним еще два вот этих уголочка вот таким образом и вешаем вакуумный выключатель это я вам показывал здесь тоже видите все расписано на какие вот здесь есть два отверстия такие типы выключатели вешаются вот так вот наш тип в mp10 вешается там на дальние отверстия то есть здесь уже не ошибетесь и соответственно по итогу получите необходимый вылет по силовой части это у нас наш пример нижняя рама с изоляторами с опорными это верхняя рама с опорными изоляторами и в итоге вот получаем вот такую конструкцию вот наш выкатной элемент выключатель мы его здесь закрепили верхние опорные нижние опорные установили шины установили существующие вот данные ячейки опорники в нижней части и установили существующие уже шины с силовыми разъемами и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше я принялся за демонтаж релейного отсека всей вторичной коммутации Ну естественно начал с двери То есть здесь снял все старые лампы КМ, которые подключаются через добавки Снял все указательные реле блинкера Так, выключатель освещения ячейки я пока оставил Так, здесь будет устанавливаться ключ управления у нас А здесь осталось у нас два отверстия от счетчиков То есть вот была аналогичная у нас ячейка Здесь была у нас установлена дверь Вот, дверь я демонтировал И уже демонтировал все провода с двери Все провода с внутренней двери, с наружной двери И дверцы ячейки Ну и уже приступил частично к демонтажу клемм Снял автомат цепей соленоидов Снял старые разъемы Они там были установлены в ячейке Внутри Я вам их показывал Осталось демонтировать клеммы Все здесь пропылесосить, почистить Еще у нас остался автомат оперативной цепи Типа АП-50 Его тоже буду убирать Но пока оставил Ну а вот у нас снятые трофеи с нашей ячейки Два счетчика Индукционный, активный, реактивный Индукционный реле тока РТ-80 Автомат цепи соленоидов Куча блинкеров здесь Реле земляной защиты на базе РТ-40 Вот Здесь токовый реле РТ-40 Промежуточный реле РП-23 Ну и вот сама это внутренняя дверца Вот эта вот железная, тяжелая Вторичная коммутация с ячейки Сдемонтированная И наши клеммы На данный момент ячейка выглядит вот таким образом А будем собирать примерно что-то вот подобное Счетчик также будет установлен в этой части Над ним прибор Щитовой амперметр Лампы светодиодной СКЛ И микропроцессорный терминал защиты Ну а в данном случае у нас будет применяться Не ТОР-200 такого образца А уже более нового, современного И еще и компактного То есть будет ТОР-200 и 16К И еще он будет у нас иметь выносной пульт Чтобы вот этот весь пучок не выводить на ТОР На вот эту дверцу Здесь и так много Здесь и ключ управления у нас Здесь и сигнализация, и лампы, и прибор, и счетчик То есть тут и так всего много Еще идет целый пучок на сам терминал Поэтому было решено на ячейке КРУ Приобретать комплекты с выносным пультом То есть блок будет спокойно стоять в углу Там внутри ячейки соединятся с клеммником И никаких вот этих подвижных Лишних движений проводников Осуществляться не будет Это более надежно, я считаю Ну и также будет все по аналогии Собрано будет установлен 16-й блок управления Там диодные развязки, добавки Ну и новые автоматы Что-то по аналогии должно у нас получиться Наш микропроцессорный терминал Я уже говорил, что это ТОР-200 16К серия То есть компактная серия Это у нас выносной пульт Или выносная панель ВПТ-02 Вот так она выглядит Она будет у нас Ставиться куда-то вот В это место Вот он такой компактный Сам уже непосредственно блок Также здесь Токовый ряд клемм С этой стороны Цепи напряжения Ну это входные клеммы Аналоговые сигналы Ну и в принципе все Здесь клеммы связи Здесь сигнализация Управление Ну стандартно Ну и клемма питания В принципе все аналогично Как мы и ставили ранее Видео об этом есть на канале Только он видите Более компактный Так и забыл не менее главное Это у нас Установка трансформаторов тока Вернее замена Этот кабель старый Он уже не существующий Он будет убираться Нуксами Срезаться Здесь у нас установлено Три трансформатора тока Фаза B будет полностью убираться Вместо нее будет установлена шина Ну а фаза A и C У нас будет производиться Замена трансформаторов тока На трансформаторы тока ТПЛ Ну эти ромбы Будем менять на современные На современные Литые ромбы ТПЛ 10 Так что вот Наши ТТшки ТПЛ 10М Коэффициент 300 на 5 Я уже говорил Что у нас В планах Монтаж Двух ячеек Но это у нас Вторая ячейка Релейный отсек Вот так она Выглядит На данное время Все аналогично Как я и показывал Все ячейки Практически одинаковые То есть тоже здесь Все будет убираться Эта дверь будет сниматься Вот эта внутренняя Все по аналогии Трендеряк Религия